Деш, вот сейчас с греческими журналистами разговаривал о том, что сборная России не волнуется о том, как играет Греция, как играет Швеция, а то сборная России волнует, как играет она сама. Что сегодня в игре сборной России пошло на заказ? Мы должны играть все 100% в игры. Мы начали опять проигрывать 10-12 очков, и потом мы начинаем собираться, и нам не хватило времени. Мы должны начать играть сразу, чтобы не сказать что-то. Тяжелая игра, может быть что-то выполнено, что-то не выполнено. Мы должны выигрывать. Приехали болельщики, мы не должны показывать такое. Что нас все-таки погубило? Это какая-то расслабленность, новый зал? Может, просто убежали слишком быстро, устали? Нет, они на самом деле очень много бросков забили, которые я не думаю, что следующий год. Я не реализую. Там очень много бросков было через руку, и интересно, какой процент попадания у них был сегодня. Но это происходит, и мы все равно должны были защищаться, потом они стали реже попадать, и у нас стало лучше получаться. Я не знаю, как ты, на самом деле. В то же время и у нас в атаке были достаточно серьезные проблемы, тоже и процент не очень, и подборы проигрывали, и по своим счетам, и по чужим институтам. Ну да, мы проигрывали подборы, и достаточно везде расскажут. Интересно. Причины поражения? Причины поражения. Не сыграли, хорошо. Сыграли хорошо, выиграли. Что можно исправить, чтобы были надежды какие-то на, может быть, завтрашний матч с Грецией, хотя бы момент, что будет непросто? Я не знаю, мы сейчас придем, нам, например, все объяснить, как нам нужно играть дальше, и мы постараемся уходить. Все время, когда гораздо так. Просто собраться с командой, поговорим, абсолютно. То, что финны обыграли Турцию, теперь в свете нашего поражения только осложняет ситуацию. Что думаешь, что все на выходе, или еще пока рано говорят? Мы должны выигрывать, когда мы будем выигрывать, значит, мы не можем думать о тех играх, которые будут в дальнейшем. Нам не нужно будет считать, сколько очков, наверное, поиграли, сколько очков мы проиграли, или кто там сколько выиграл. Если мы выигрываем игры, мы будем не задумываться. Как вообще ощущения от первой игры на Евробаскете? Атмосфера, зал? Очень приятно было, что приехало много наших болельщиков, реально, и мы их слышали, они болели. И большое им спасибо, и постараемся реализовать следующую игру то, что это несколько сил. Кстати, Италия, которая здесь совсем недалеко, она, соответственно, делегировала очень много болельщиков, но греческих фанатов наверняка тоже будет немало завтра. Серьезный ли это фактор? Серьезно ли он сегодня помешал, и завтра будет не мешать? Нет, мы играем в игру, и наши болельщики есть, и не болельщики есть. Мы должны показывать игру, несмотря, сколько они приехали за их болельщик, сколько приехал за нас, да, и мы должны играть, стараться и выиграть. Спасибо.